То, как люди обманывают друг друга, это всегда пользуется интересом. Пример тому сериал «Light to me» или «Обмани меня», который в свое время бил просто все рекорды популярности. Сериал построен на способностях главного героя, доктора Лайтмана, в исполнении неправзойденного Тима Ротта, читать невербальные сигналы и определять, человек врет или нет. Сегодня у меня на обзоре книга Ванессы Иван Эдвардс «Взломай код общения», которая описывает как читать, интерпретировать и использовать как вербальные, так и невербальные сигналы. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант с более чем 20-летним опытом и как региональный директор консалтинговой компании Института Дизиса я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира. А еще я автор вот этой книги «Методология Одизиса. Реальный опыт внедрения», которая вышла в издательстве МИФ. Если вы интересуетесь темами личной эффективности и развития собственного бизнеса, подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Хочу заметить, что мои сюжеты про книги не будут вам служить заменой самой книги. Это не будет пересказ основных идей с целью сэкономить вам время на чтение самой книги. Скорее, это мое личное мнение о книге в целом и выводы, стоит ли ее читать или нет. Итак, Ванесса Ван Эдвардс, изучая тему человеческого общения, она основала лабораторию Science of People, исследующую поведение людей и записала популярные выступления на TED, которые просмотрели около 4 миллионов человек. Кстати, свою карьеру Ванесса начинала именно изучая выступления на TED и пытаясь выяснить через анализ, что именно делают одни выступления очень успешными, а другие не столь популярными. К слову, если ролик Ванессу просмотрели 4 миллиона, то самое успешное выступление на канале TED может похвастаться 50 миллионами просмотров, и оно принадлежит некому Тиму Урбану. Но вернемся к книге «Взломай код общения» Ванесса выделяет 4 вида сигналов – невербальные, голосовые, вербальные, визуальные. К каждой группе сигналов она посвящает раздел в книге, где приводит примеры таких сигналов, анализирует их воздействие на нас с вами и советует, как это все использовать. Ну а начинает она с темы, которая лично для меня всегда была очень интересной, а именно это тема харизмы. Я прочел множество книг на эту тему, пытаясь понять этот феномен. Ванесса в этом отношении дает более чем простую формулу. Она говорит, цитирую, «В одном из недавних исследований, проведенных Принстонским университетом, говорится, что очень харизматичные, привлекательные, симпатичные люди демонстрируют особое сочетание двух специфических черт – теплоты и компетентности. Я не поленился, я нашел пересказ этого исследования в открытых источниках и не нашел там слова «харизма», возможно, тонкости перевода. Но если мы злодеев типа Гитлера или Сталина тоже считаем харизматичными, то есть у меня лично большое сомнение, что их главными демонстрируемыми чертами были компетентность и особенно теплота. Ну да ладно, оставим это на совести переводчиков, в конце концов тема харизмы в книге носит скорее второстепенный характер. А вот все остальное – это те самые вербальные, невербальные и другие сигналы, ознакомиться с которыми, скажем так, довольно любопытно. Я сомневаюсь, что прочтение этой книги подымет вас или меня до уровня доктора Лайтмана, но во всяком случае некоторые из этих сигналов мы увидим, наверное, другими глазами. Ну вот, например, давайте возьмем эту картину, посмотрим на нее, о которой Ванесса довольно много говорит, к ней много обращается, потому что она наполнена теми самыми невербальными сигналами. Помните, это «Тайная вечера» автор Леонардо де Винчи, написанная в 1495-98 годах, находится она сейчас в монастыре в Милане, изображает сцену последней трапезы Христа со своими учениками. И вот давайте немного про сигналы по словам Ванессы Иван Эдвардс. Итак, по центру мы видим Христа, его руки разведены в стороны и ладони открыты к зрителю. Это сигнал открытости, когда от нас ничего не скрывают. Тем не менее, одна ладонь у Христа опущена вниз, это сигнал власти и компетентности. То есть руками Христос посылает сразу два сигнала – власти и теплоты. Кроме того, голова Христа наклонена, и это универсальный сигнал вовлеченности. Если вы не очень хорошо знакомы с этой картиной, то я вам рекомендую попробовать догадаться, а кто же на этой картине, где же изображен Иуда, который предаст Христа, и попробуйте определить сугубо по невербальным сигналам. Вот он Иуда, по словам Ванессы, изображен в зажатой, блокирующей позе и с выставленной вперед рукой. Цитирую. Иуда изображен так, будто бы он оглядывается. Знаете почему? Это очень интересный сигнал дистанцирования. Когда мы пытаемся избежать разоблачения, нам физически нужно дистанцироваться, иногда в прямом смысле сделав шаг назад. Лжецы часто откидывают голову, делают шаг назад или отводят взгляд, когда чувствуют, что их улечили. А еще это один из признаков предательства и позора Иуды. Скажу вам честно, вот этот пассаж и вообще анализ этой картины для меня лично был самым интересным моментом во всей книге. Хотя нужно отдать Ванессе должное, она довольно подробно описала самые разные сигналы. Например, такой голосовой сигнал, как произнесение нечленораздельного звука му-му-му-му-му. Вот вам пример. Цитирую. Звуки, которые мы издаем, слушая кого-то, невербальные, восклицания радости, интереса интриги. Ах, ох, э, м, о, э, ага, угу. Мы издаем их, чтобы подсказать собеседнику, что нам важны его слова. Они мгновенно усиливают теплоту, которую вы выражаете голосом. В целом, всю тему с сигналами не стоит недооценивать. В США провели интересное исследование, и оно, кажется, впервые было опубликовано у Гладвола, во всяком случае в таких популярных источниках, в котором сравнили количество исков к врачам по врачебным ошибкам и реальное количество этих ошибок. Оказалось, что эти два показателя между собой не коррелируют напрямую. То есть врач с минимальным количеством ошибок может получать большое количество исков. И когда ученые попытались выяснить, а какова же реальная причина этих исков, оказалось, что, как вы думаете, какова причина? Это манера общения этих самых врачей. Чем более формальной или прохладной, или отстраненной была эта манера, тем больше исков они получали. Это очень хороший пример, хоть немножко оторван от нашей реальности, потому что нам часто нужно кого-то в чем-то убедить, что-то продать, ну и так далее. И в этом процессе большую роль может играть именно форма. Как мы говорим, как мы жестикулируем, какая у нас мимика лица, поза и так далее, а не то, что мы говорим. И с этой точки зрения книга «Взломай код общения» может быть весьма полезной для прочтения. Ну и друзья, если вам интересно обсудить со мной развитие вашего бизнеса, или ваше собственное профессиональное развитие, или больше узнать про работу Института Одизиса, вы можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании к этому видео. Если вам понравился этот ролик, наградите его лайком. И чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных и полезных видео на этом канале, кликните на кнопку подписаться и на колокольчик.